Всем привет, с вами Гризли Мишка, и я являюсь автором постоянного контента по серии игр Left 4 Dead. У меня за плечами больше 9000 часов, которые я получал, играя с релиза. И в данном случае, как никогда, время равно опыт. И данный мне опыт я получал против таких же игроков, которые наиграли по 9 или по 10 тысяч часов. И все мы либо принимали участие в турнирах, либо просто соревновались между собой на протяжении нескольких лет. И наконец-то пришло время передать этот опыт вам. Я подготовил для вас серию видосов, после которой вы сможете играть на профессиональном уровне и даже участвовать в турнирах. Ознакомиться со всеми этими видосами можно будет в этом плейлисте. И начнем мы эту серию видосов с настроек игры, потому что именно настройки напрямую влияют на ваш скилл. Самый простой способ сделать это через конфиг, где уже есть все полезные настройки и команды. И в данном случае я делюсь своим, потому что он прокачивался несколько лет и на него стоит обратить внимание. Но чтобы не брать всю славу на себя, я хочу упомянуть, что базой для этого конфига был конфига Тынка, который постоянно изменялся в лучшую сторону, но все же сохранил те или иные команды. И за это ему отдельное спасибо. А теперь бегом его скачивать по ссылке в описании, потому что мы сейчас со всем этим будем разбираться. Вы скачали архив, и теперь вам надо его распаковать. Просто перетащите эту папку куда-нибудь в удобное место. Внутри этой папки у вас будет 5 файлов, и это так называемый конфиг. И как вы уже догадались, в самой игре практически ничего настраивать не нужно. Мы это все сделаем через файлы. И первое, с чего мы начнем, это параметры запуска. Открываем соответствующий файл, и находим огромную длинную строчку, состоящую из полезных команд. Затем вы ее просто копируете, переходите в библиотеку Steam, нажимаете правой кнопкой мыши на Left4D2, выбираете раздел «Свойства», и вставляете эту строку в параметры запуска. Поздравляю, проделанные действия уже приблизили вас к профессиональному уровню. А теперь давайте быстренько пробежимся по тому, что мы только что сейчас сделали. Первая строчка меняет шрифт вашей игры на английский. Не переживайте, потому что его знания вам все равно не понадобятся. Но зато шрифт вашей игры будет оригинальный и приятный на глаз. Следующая строка это LV, она достаточно популярная в этой игре и используется многими игроками. И нужна она просто для того, чтобы зараженные после своей смерти исчезали, как в том мемасе. Следующая строка это High. Она позволяет вашей игре работать в приоритетном режиме. То есть все задачи, которые запущены параллельно, не будут мешать вашей игре. Ещё одна популярная строка это NoVid. Она просто отключает заставку Valve и вступительный ролик, который нам смотреть уже надоело. Дальше идёт строка Консоль. Она будет открываться сразу после запуска игры. Очень полезная команда в будущих видосах, поймёте почему. Следующая строка это NoJoy. Она просто отключает все настройки геймпада. Три последующих строки используют параметры мышки из вашей системы. И если вы не хотите, чтобы они это делали, вы их можете убрать. Но если вы их удалять не хотите, мышку в системе тоже надо настроить. Открываем настройки системы. Переходим во вкладку Bluetooth и устройства. Выбираем мышь, а затем дополнительные параметры мыши. Скорость мышки мы ставим наполовину, а затем переходим в параметры указателя. Первый ползунок мы тоже ставим наполовину и убираем галочку снизу. И не забываем применить. Теперь вы почувствуете, что управлять мышкой стало намного удобней. Также если для вашей мышки есть программное обеспечение, обязательно сделайте 1200 DPI. Как мы выяснили со многими игроками, это лучший DPI для лифты. Но настройка очень индивидуальная и с ней лучше поэкспериментировать. Ну и последняя строка это клиент порт. Она помогает справиться с такими ошибками, как клиент таймаут или ошибки подключения после 10, 30 или 40 попыток. Если данные ошибки у вас всё равно будут возникать после введённой строки, попробуйте поменять две последних цифры. Ну и последнее, что надо сделать там, где мы вставляли параметры запуска, это изменить язык игры на английский. В данном случае изменится озвучка. И сейчас я объясню, для чего это надо сделать. Во-первых, вам уже нету смысла обращать внимание на все эти фразы, которые вы слышали миллион раз. И соответственно, когда озвучка на незнакомом языке, концентрация на игре гораздо лучше. А во-вторых, некоторые фразы отличаются по громкости воспроизведения. В русской локализации Ник произнесёт слово «Ведьма» громко. И в этот момент вы не услышите какой-нибудь спавн заражённого. В то время как в оригинальной озвучке он произнесёт «Ведьма» шёпотом. Также в некоторых компаниях бывает русская озвучка режет слух. И на английской версии таких проблем, конечно же, нет. Поэтому не выпендриваемся и ставим на английский. Дальше в этом же окне мы переходим в установленные файлы и нажимаем «Обзор». После чего у вас откроется папка с игрой. Ну и первое, что надо сделать, это перейти в папку Left 4 Dead 2, которая написана маленькими буквами слитно. Потом переходим в папку с материалами. Выбираем самую первую папку. И удаляем отсюда файлы Ghost и Infected. Только что вы убрали цветовую гамму, которая показывает, когда мы находимся в состоянии призрака или уже появились. И в своих видео я неоднократно упоминал, что от неё у всех болят глаза. Поэтому вам её лучше удалить сейчас, прежде чем вы потратите кучу времени на сражение. Теперь возвращаемся на две папки назад, открываем KFG и перетаскиваем сюда остальные 4 файла, которые были в моём архиве. Поздравляю, проделанные действия ещё больше приблизили вас к профессиональному уровню. И я сразу хочу сказать, что вас за это не забанят. За исключением неофициальных серверов, где неопытный админ подумает, что вы читер. Для наглядного примера я вам сейчас просто покажу разницу FPS до того, как я перетащил эти файлы и после. Как вы можете заметить, конфиг существенно увеличил мой FPS, который скачет чуть ли не до потолка. Теперь я рекомендую ознакомиться с файлами, которые мы перетащили в папку KFG. Вы можете это сделать либо самостоятельно, либо продолжить просмотр этого видео, в котором я обо всём подробно расскажу. Ну и начнём мы с файла видео. Как несложно догадаться, он отвечает именно за настройки видео. Это то же самое, если бы вы их вручную настраивали в самой игре. Просто здесь вы это делаете через файл. В этом файле я выставил именно те настройки, которые прибавляют больше всего FPS, и с которыми, соответственно, максимально приятно играть. И когда вы перенесли его в папку с игрой, у вас все настройки автоматически применились на нужные. И говоря об этих настройках подробнее, вы просто сбавили всё на минимум, потому что качеством приходится жертвовать в силу профессиональной игры. И здесь как бы две чаши весов. Вы либо наслаждаетесь картинкой, либо вашими действиями. Вы, конечно, можете попробовать найти золотую середину, но любое ваше изменение в этих настройках будет уменьшать FPS, и, соответственно, ваш скилл. Вы чё, ебанутые, что ли? Следующий на очереди файл это Listend Server. Он нужен для того, чтобы настроить ваш локальный сервер. В этот файл добавлено огромное количество полезных команд, чтобы вам каждый раз не приходилось вводить их вручную. Если вы обратите внимание, то у всех этих команд есть описание. И это нужно для того, чтобы вы сами потом настраивали свой конфиг. Ну а сейчас давайте быстренько пройдёмся по всем этим командам. Ну и первое на очереди это основные настройки. SVChits1 открывает доступ для всех остальных команд. SVLan1 нужен для того, чтобы к вам могли присоединяться другие игроки, если вам это потребуется. Также для этого здесь есть команда, которая включает общий голосовой чат. Также уже преднамеренно включен режим бессмертия, чтобы вы могли путешествовать по карте и не терять своё здоровье. Включено неограниченное количество переходов между командами, опять же в случае того, если вы запустили Versus. И скорость Ноклипа выставлена на максимальную. То есть вы будете летать по карте, как сумасшедшая муха. Дальше идут настройки ботов. И вот какие команды я выставил. Первая команда позволяет команде выживших состоять из одних ботов. Также они будут обездвижены, не телепортируются и не разговаривают во время простоя. И это всё нужно для того, чтобы они вам не мешали во время игры на локальном сервере. И если те или иные значения вам не подходят, вы просто меняете единицу на нолик. Дальше идут настройки режиссёра. Это типа искусственный интеллект, который управляет заражёнными в игре. Я сделал, чтобы он был включен, но все остальные значения работают против этого. После смерти глава не будет заканчиваться. У вас не будут появляться особые заражённые, боссы и также обычные заражённые. Ну и соответственно, чтобы они были у вас в игре, надо поменять значение команд. Дальше идёт ещё несколько команд, которые отвечают за шансы появления заражённых. И все они выставлены на ноль, чтобы ни один заражённый просто так не появился. И ровно так же все шансы появления боссов сведены к нулю. А теперь я объясню, для чего все эти команды нужны. Вы просто через консоль можете запустить любую карту, которая вам нужна, побегать по ней, поизучать какие-нибудь детали, или найти какие-нибудь интересные фишки, которые помогут вам во время сражения. Ну вот, например, я очень люблю запустить версус-режим, расставить ботов в определённых точках и попробовать заблевать их за толстяка из разных позиций. И это далеко не единственное, чем можно заниматься. Также попробуйте поиграть за курильщика или за громилу, просто поэкспериментируйте. И это значительно увеличит ваш уровень игры, потому что чем лучше вы знаете карту и местность, на которой играете, тем комфортнее вы будете себя чувствовать и лучше ориентироваться. Теперь у нас на очереди команды, отвечающие за интервалы. Они нужны для того, чтобы КД откатывалось намного быстрее, чем в самой игре, потому что вам нет смысла ждать это на собственном сервере. Они просто у вас пройдут в мгновение, и вы дальше сможете заниматься тем, что хотели. Ну и я думаю, в этой части вам всё понятно. Поэтому пройдёмся только по интересным командам. Когда вы схватили выжившего, играя за курильщика, вы сможете отпустить его на правую кнопку мыши. Удобно? Удобно. Также очень полезная команда, чтобы танк не терял контроль. Будет полезно для того, чтобы вы попробовали тренировать свои броски камней, либо броски каких-нибудь предметов. Ну и конечно же, вы сможете бесконечно перезапускать голову ровно столько раз, сколько потребуется. Теперь я покажу вам, как запустить локальный сервер через консоль. Для этого вам надо просто написать слово MAP, пробел, и просто выбрать то, что вам нужно. Здесь как бы всё подписано. Изи. Следующий файл называется конфиг. И казалось бы, вот он. Тот самый конфиг, который мне и нужен. Да, это действительно конфиг, но это именно тот файл, который сгребает все настройки в одну кучу из других файлов. А также способен сохранять настройки, которые были у вас применены до этого. Поэтому его наличие здесь нужно не просто так. Он заменит настройки из вашего конфига, чтобы они просто не перепутались. И открывать этот файл нету никакого смысла, потому что там всё выглядит неаккуратно и ничего не понятно. Поэтому мы этого делать не будем. Теперь остаётся самый главный файл, который нас интересует больше всего. Даже по размеру понятно, что там находится огромное количество команд, которые значительно улучшат ваш уровень игры. И даже не просто команды, а полноценные скрипты. И все они очень удобно расположены и имеют то или иное описание. Но есть и такие команды, у которых описания отсутствуют даже на официальном сайте разработчика. Самому во всём этом разобраться будет действительно сложно, даже несмотря на то, что они подписаны. Поэтому я рекомендую всё же досмотреть это видео, чтобы всё было предельно понятно. Ну и начнём мы с настроек сервера. Первые две команды отвечают за число обновлений информации о себе на сервере и также об информации игрового мира. Я выставил значение 128, потому что в лофте есть сервера с тикрейтом 128. Встретить такие сервера – огромная редкость. В основном все играют на 100-тиковых серверах, потому что 128-й немного неприятный и слишком багованный. Короче, это слишком быстро для старушки лофты. Но такие сервера есть, и поэтому у этих команд стоит 128. Чтобы, играя на них, вы чувствовали себя комфортно. Дальше идут настройки интерполяции. И я выставил дефолтное значение, потому что вы всё равно его сможете потом менять с помощью биндов. И до этих биндов мы ещё дойдём. Ну, с этой командой понятно. Она компенсирует лаги для точности. Рейты тоже выставлены на максимальное значение для 100-тиковых серверов. Дальше идёт команда, отвечающая за задержку в секундах перед повторной отправкой подключения. И в данном случае это 1 секунда. Следующая команда отвечает за время отключения от сервера при потере соединения. Это вдруг, если сервер упал, и вы как бы даёте ему шанс 30 секунд, чтобы он заново подключился. Следующая команда не позволяет неофициальным серверам скачивать пользовательские файлы. И это нужно для того, чтобы кэш вашей игры не засорялся всяким мусором с неофициальных серверов. И в данном случае будет скачиваться только аудио. Потому что если полностью отключить эту команду, на сервер вы не попадёте. Следующая команда отключает многоадресную рассылку. Но понятное дело, она вам нафиг не нужна. А вот следующая команда довольно полезная, потому что она лечит многие ошибки. И я не буду перетислять какие. Поверьте мне, многие. СВ-регион я выставил, чтобы сервера искались по всему миру. Потому что, а кто нам запрещает там играть? Где хотим, там и играем. Следующая команда отвечает за то, чтобы к вашему серверу могли подключаться только через лобби. И в данном случае она отключена. То есть, к вашему серверу могут подключаться абсолютно любым способом. Будь это лобби или IP сервера. Следующая команда отвечает за максимальный пинг сервера, если, например, вы его начали искать через быструю игру. То есть, вас не будет закидывать на сервера, где пинг больше 150. 150. 150 в принципе играбельный пинг. Если учитывать, что у всех остальных игроков он будет таким же. В противном случае вы можете это значение сделать чуть меньше. Например, 100 или 60. Можете попробовать его. И последняя команда содержит IP серверов, на которых я очень часто играю. И эти сервера здесь нужны для того, чтобы через лобби я запускался именно на них. Вы через запятую тоже можете сюда добавить свои любимые сервера. IP которых вы, соответственно, знаете. Но IP этих серверов я все равно рекомендую оставить. Потому что это лучшие сервера, которые сейчас есть в лофте. Теперь непосредственно поговорим про настройки самой игры. Первые команды отвечают за видео. У вас включена повышенная яркость. И отключена регулировка интенсивности блум эффекта. А команда, которая не имеет описания, не имеет описания. Поэтому я понятия не имею, что она делает. Напишите в комментариях, если кто-нибудь знает. Будет интересно. Следующая команда позволяет свободно наблюдать за игроками. То есть ваша камера будет свободной. И вы не будете прикреплены к персонажу. А скорость полета при свободном наблюдении я сделал плавную. Ну, понятное дело, что также включена консоль откладки. Расчлененка отключена, потому что она ест очень много FPS. Да и в профессиональной игре нафиг не нужна. Ну и все остальные команды отключают субтитры, джойстик, игрового инструктора, игрового помощника и подсказки. Потому что это все ровно так же нафиг не нужно. Теперь мы переходим к настройкам прицела. И, к сожалению, она очень скудная по сравнению с той же КС. И в данном случае его здесь вообще нету, потому что у меня есть свой кастомный прицел. Если вас устраивает прицел лыфты, вы можете просто поиграться с этими настройками. Написать в первой команде 255. Также настроить его цвет, динамику и прочее. Но я настоятельно рекомендую сделать тоже кастомный прицел. Потому что с ним будет гораздо удобнее играть. Это можно сделать через какое-нибудь приложение или программное обеспечение. В моем случае он вообще вшит в монитор. То есть я просто через настройки биоса монитора его включаю. И выглядит он примерно вот так. Очень удобный прицел. Мне он очень нравится. И с ним можно очень хорошо тащить. Теперь поговорим про консольные команды, отвечающие за вашу мышку. Лично у меня включен фильтр. Потому что это очень олдовая команда. С которой довольно удобно тащить. Но даже если вы это значение смените на 0, особой разницы вы не почувствуете. Поэтому здесь индивидуальная настройка. Попробуйте поэкспериментировать с этим значением и посмотреть как вам лучше. Следующая команда игнорирует параметры мыши из операционной системы. Но мы с вами добавляли параметры запуска, чтобы она наоборот их не игнорировала. Поэтому здесь значение стоит выключено. И соответственно, если вы эти параметры запуска не добавляли, у этой команды надо сменить нолик на единицу, чтобы она работала. Дальше идёт настройка сынсы. И здесь тоже индивидуальная настройка. Абсолютно каждый игрок должен знать свою сынсу. Потому что у меня стоит значение, которое сделано лично под меня. И вам оно, возможно, не подойдёт. Попробуйте с этим тоже поэкспериментировать и настроить свою сынсу. Всё, что я могу сказать, у вас она должна быть не слишком быстрой и не слишком медленной. Дальше идёт настройка статистики, которая показывает результат вашей игры в данный момент. И вместе с этой настройкой у вас будет открываться нетграф, который показывает вашу стабильность на сервере. И это очень удобно, потому что он не будет вам мешать во время игры. Нажали кнопочку, посмотрели, всё нормально, закрыли. И я также позаботился о том, чтобы его расположение не перемешивалось с худом в игре. Теперь пройдёмся по командам, которые отвечают за ваше аудио. Звуки игры выставлены на значение 0.1. И это идеальное значение, чтобы играть как днём, так и ночью. Громкость музыки тоже особо не прибавлена, чтобы она лишний раз вас не отвлекала от игры. И вы не прослушали те или иные спавны заражённых. Высокое качество звука обязательно включено. Ваш голос в игре, соответственно, тоже включен, чтобы вы могли общаться. Игроков вы тоже, соответственно, сможете слышать. Кстати, если вы хотите, чтобы их не было слышно, можно это значение поменять на 0. Меня выручало не один раз. Следующая команда это стиль голосового общения. Вы либо общаетесь по кнопке, либо просто голосом. Тут уже как вам удобней. Но лучше, конечно же, по кнопке, чтобы никто не слышал ваши стуки по клавиатуре или дыхание. Чувствительность микрофона на высоком уровне. Громкость приёма, соответственно, тоже. Чтобы вы слышали собственный голос, эта команда отключена. Но при желании её можно включить. Например, для того, чтобы настроить микрофон. Следующая команда отвечает за запись звука. Чтобы у вас ваш голос не записывался и эти файлы не хранились в папке с игрой. Ну и самая интересная команда это задержка звука. Её трогать я не рекомендую, потому что это самое идеальное значение, чтобы ваш звук максимально соответствовал картинке. Ну и последняя команда нужна не более чем для следующего скрипта, который мы сейчас разберём. Значит, здесь имеется вот такой вот скрипт, как подписано для точного звука. В CSGO этот скрипт считается читерским. И эти команды банально не работают. Но LaFaDead 2 гораздо старше CSGO. И здесь эти команды всё ещё работают. Его суть заключается в том, что когда вы двигаете своей мышкой, в ваших наушниках отключаются некоторые динамики. Соответственно, определённые звуки в игре гасятся. И вы лучше слышите заражённых. Теперь поговорим про бинды, которых у меня на клавиатуре просто миллион. Вся клавиатура в этих биндах. Какую кнопку не нажми, там что-то произойдёт. При нажатии на клавиши V и SD ваши движения будут очищать следы от пуль и крови. Полезно, чтобы ваша карта была более-менее чистой абсолютно всегда. Нажав цифру 1, вы сможете прерваться. Потом на букву O можно открыть админ меню. Это здесь для того, если вы устанавливали из мастерской админ мод. Я знаю, что у многих он может быть. Потому что, в принципе, очень интересное занятие. И, соответственно, бинт здесь присутствует. Нажали буковку O и админ меню у вас открылось. На букву V вы настраиваете свой View of Model. То есть, длина рук. Нажали несколько раз, выбрали подходящую длину. И делайте, что хотите там. На букву C я выставил значение Говорить. Потому что самая удобная клавиша, чтобы вообще что-либо говорить. Ну и последняя команда в списке обычных биндов. Это PassTank. Нужна для того, что если у вас на стутиковых серверах попросили передать танка. А это можно там делать. Вы просто нажали клавишу P. Выбрали, кого вам надо. И передали танка. Дальше идут бинды для стрелок. Влево-вправо вы можете поворачивать свою камеру. Это нужно для того, чтобы за охотника выполнять сейлинг. Сейлинг это когда вы за охотника ловите потолок и постоянно по нему прыгаете. И вот как раз для этого вам и нужны бинды для стрелок, чтобы поворачивать своей камерой. Потому что мышкой вы этого делать не сможете, сейлинг прервется. Остальные бинды для стрелок переключают вашу интерполяцию. О которой я говорил в начале этого файла. Стрелка вверх приключает вашу интерполяцию, максимально пригодной для серверов от Valve. Потому что именно с такой интерполяцией моделька зараженного будет максимально соответствовать картинке. Но далеко не идеально, потому что тикрейт у Valve слишком маленький. И соответственно стрелочка вниз приключает вашу интерполяцию для 100-тиковых серверов, где уже моделька зараженного будет идеально соответствовать картинке. Пожалуйста, не забывайте нажимать эти стрелочки, когда играете на том или ином сервере. Вы заметите ощутимую разницу в вашем уровне игры, и соперники это тоже почувствуют. Теперь поговорим про бинды для верхних клавиш клавиатуры. В основном они нужны просто для удобной навигации. Первые две клавиши довольно дефолтные. Когда на сервере идёт какое-то голосование, вы просто нажимаете F1 или F2. Также я заметил, что на некоторых 100-тиковых серверах эти клавиши отвечают за то, чтобы подтвердить свою готовность. F1 — это вы готовы, F2 — ещё не готовы. Но в вашем конфиге за это отвечают также клавиши F3 и F4. F4 в данном случае также ставит игру на паузу, что опять же доступно только на 100-тиковых серверах. F5 переключает вас в режим наблюдения, F6 переходит за команду выживших, F7 — соответственно за команду заражённых. То есть вам больше не надо нажимать кнопочку M и выбирать ту или иную сторону. Клавиша F8 показывает бонус и проценты появления танков. Это работает опять же только на 100-тиковых серверах, где установлен соответствующий конфиг. И скорее всего вы уже задаётесь вопросом, что это за 100-тиковые сервера такие. Не переживайте, в следующем видео я вас обязательно с ними познакомлю, потому что вы будете там играть. Но если говорить коротко, именно там живут все профессиональные игроки. Клавиша F9 начинает запись демки. И делается это с помощью скрипта, до которого мы тоже ещё доберёмся. Ну и последние две клавиши будут просто экономить вам время. F10 — это быстрый выход в главное меню, а F11 — это сразу выход из игры. Ты чё, колдун? Я жир не колдун. Теперь поговорим про бинды для вашего локального сервера, которые актуальны для того, чтобы позаниматься той или иной фигнёй. Клавиша P отключает подсветку всех возможных предметов. Цифра 2 телепортирует к вам остальных выживших. Клавиша N — это ноклип, чтобы вы летали по карте. Клавиша X удаляет энтити. И с этой клавишей я рекомендую быть максимально осторожным, потому что вы можете удалить себя или вообще всё вокруг. Клавиша K — это килл, самоубийство. Клавиша G — это гост. То есть, когда вы на своём локальном сервере запустили режим версус, нажимаете клавишу G и становитесь призраком какого-нибудь заражённого. Клавиша Z спавнит обычных заражённых. Ну, например, чтобы попробовать с их помощью где-нибудь запрыгнуть. Клавиша H отключает HUD в игре. И в данном случае не просто HUD, а практически весь HUD. Включая также и дитры, и даже консоль. Также это состояние переключается обратно по нажатию этой же клавиши. Клавиша Delete удаляет абсолютно всех ботов на карте, включая также и заражённых. Клавиша M убирает фильтр в игре. Клавиша I отключает фонарик. Цифра 6 включает невидимые стены. И я, кстати, рекомендую это использовать и побегать по карте с ними. Цифра 7 — это обводка физических объектов. Цифра 8 включает модели, которые видно сквозь стены. Например, чтобы поизучать прострелы. Цифра 9 включает триггеры. Чтобы вы, в принципе, понимали, какой триггер за что отвечает. Клавиша Backspace включает режим от третьего лица. И клавиша Home делает респаун, либо добавляет вам ХП. Также есть бинды для замедления времени. В моём случае здесь три вида. Слабая, средняя и сильная. И вы это также можете делать не только на локальном сервере, но также и при просмотре демки. И делайте вы это с помощью клавиш запятая, точка и слэш. Ну и последний бинт, который выделяется на фоне всех остальных. Вот эта огромная длинная строка. Нужен для того, чтобы вы могли поиграть во время интро или финальной катсцены. Скорее всего, вы даже помните, у меня об этом было видео на канале, где мы все эти действия производили вручную. И теперь вам не надо постоянно прописывать эти команды. Вы просто нажали одну клавишу B, и они сами воспроизвелись. Данный бинт вы можете использовать не только для развлечения, но и для того, чтобы не смотреть постоянно вот эти вступительные интро. Дальше идет огромное количество команд, которые влияют на ваш фпс. И в данном случае, конечно же, делают его лучше. Я не буду перечислять все эти команды, потому что у них даже нету описания. Но поверьте, когда я их добавлял, фпс у меня поднялся. И соответственно, у вас тоже поднимется. Единственная команда, на которую здесь стоит обратить внимание, это самая первая. У меня выставлено значение FPS Max 1000, которое в лофте раньше вообще было недоступно, потому что у всех были слабые компьютеры. И если у вас до сих пор слабый компьютер, это значение лучше всего изменить на 299. Но если вы можете себе позволить хорошее железо, то, конечно же, в этом значении себя не ограничивайте. Также в этот конфиг я добавил возможность настраивать подсветку. Как вы можете заметить, здесь есть все возможные подсветки. И в моем случае выставлено дефолтное значение, потому что оно мне нравится больше всего. Вы же можете настраивать ее как вам угодно. И работает это по принципу RGB, то есть красный, зеленый и синий. Цифра 1 это полная насыщенность данного цвета. И, соответственно, цифра 0 этот цвет полностью отсутствует. А 0,3, например, этот цвет видно не полностью. То есть, короче, просто поиграйтесь с этими значениями и настройте цвет, который вам нравится. Ну и последнее, на что я хочу обратить ваше внимание в этом файле, это скрипт на запись демок. Вы можете его использовать как для записи демок, так и просто что-нибудь фиксануть с помощью записи демки, если у вас там какие-то микролаги на сервере. Нажали клавишу F9 и у вас началась демка под названием A. Нажали F9, она прекратилась. Дальше нажимаете F9 и у вас начинается новая демка под названием B. Снова нажали F9 и она прекратилась. И так они будут записываться под всеми возможными латинскими буквами, пока вам не надоест. Ну а теперь я жду ваш фидбэк. Пишите, что вам непонятно, лучше всего это делать на моем дискорд сервере. В комментариях можете написать, насколько сильно увеличился ваш уровень игры и вообще, насколько удобно играть с этим конфигом. Пользуйтесь им на здоровье и прокачивайте свой уровень игры. Субтитры создавал DimaTorzok